Слава нашему Господу, что сегодня мы имеем эту возможность собраться вместе, иметь это общение для того, чтобы, как мы читаем в деяниях апостолов, когда церковь начала умножаться, люди начали приходить к Богу, и написано, они постоянно пребывали в учении апостолов и прославляли Бога, и мы видим, что Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви, люди видели этот свет, они шли на этот свет, потому что Бог поставил церковь свою для того, чтобы быть этим светильником в этом мире, чтобы люди могли познавать истину, они могли оставлять греховную жизнь и могли прославлять Бога. Слава нашему Господу! И вот Бог нас для этого поставил, и мы пришли на это место, как заповедал нам Господь, чтобы мы собирались, призывали Его имя, призывали Его благословение, и Он обещал быть с нами. И так же, как Он учил своих учеников, Он будет сегодня и нас чему-то учить, и что-то и нам показывать, и, может быть, даже не совсем хорошие стороны нашей жизни. Мы помним, Он спрашивал, о чем это вы спорили, идя между собой? Они сразу раз так умолчали, наверное, потому что спорили, кто больше из них. И другие моменты, когда Он где-то аккуратненько так их поправлял. Я думаю, и сегодня, Слово Божие говорит, Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И сегодня Он будет нас учить, поправлять, чтобы нам быть этим горящим светильником в этом мире, нам быть источником Его благодати, и это благословение распространять, и как благоухание по всему лицу земли. Во втором послании апостол Иоанн Богослов пишет такие слова. Пятый стих, здесь всего одна глава. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». И мы видим апостол Иоанн, обращаясь к церкви, называя ее госпожой. Понятно, что он возвышает народ Божий, он сам является слугой, апостол. И он говорит и просит, и говорит, чтобы предписывая ту заповедь, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. И мы вспомним с вами, когда Христос был на той последней вечере. Он дал такую заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И потому узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. И говорит, что многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И мы видим, что Христос, придя во плоти, Он эту любовь являл. Он поступал поистине, поступал по этой любви. И мы, глядя на жизнь Иисуса Христа, ни у кого не останется сомнений, что Он любил Бога Отца и что Он любил людей. Друзья, и чтобы и наша жизнь, глядя со стороны, люди могли сказать, да, этот человек любит Бога, и этот человек любит людей. Нам сегодня есть такая благоприятная возможность, чтобы в общении с Иисусом Христом преображаться, получать эти качества, исполняясь Духом Святым, слушая Слово Божие. И мы будем призывать благословения, чтобы Бог нас благословил на этом месте. Аминь.